Захара Константиновича Степанова Захара Константиновича Степанова С самого раннего детства он был подражателем как бы птиц. Над ним даже так шутили, запирали его в сарай, и он должен был издавать звуки различных птиц, или наоборот, его проверяли на то, чтобы он угадал голос кукушки, гагары и так далее. Он слышал, допустим, ветер в лесу, начинают шелестеть листья, и он слышал эту музыку даже, шелест этих листьев. И вообще, говорит, везде окружала музыка. Он сам по себе, по природе был человеком таким, каким-то вот связанным непосредственно с природой. Ну, если обобщить, так он был дитя к природу. Вот как бы фольклорной традицией у него семьи были. Со стороны матери, со стороны отца. Вот со стороны матери. У него вот Ульбан Бохон, который в Кобейском районе, был знаменитый шаман в 60-е годы. Но он с ним не жил, а как бы в отдалении. И вот, в общем, тогда же преследовалось как-то вот. Тем не менее, он врачевал, и вот он с ним отвезли, видимо, в 10-летнем возрасте, он прямо сказал. Как он увидел Камлани. И это ему впечатление очень большое создало. И вот потом, когда он вырос, конечно, вот этот ритуальный танец саман, он говорит, вот я, когда это была вот точка отсчета, живьем он увидел. Потом это же его дед. И вот, когда он стал композитором, он приехал, свой родной, он в каникулах приезжал, приехал, свой родной Кобей, и вот нахлынуло. Он мне так сказал, меня нахлынуло. КОНЕЦ Там сошлось все. Во-первых, сам герой. Во-вторых, тот неистовый ритуальный, как бы, обряд, который положен в основу шаманского Камлани. Там есть и заморозительность, там есть семантика, знаковость, когда интонации якутской музыкальной речи ложатся в основу развития вот этого движения. И самое главное, там есть настроение, эмоция, таинственность. Я считал, что у него действительно все возможности есть. И потом и написал ритуальный танец шамана. Сами известные произведения для портопиана и для большого симпатического оркестра. Она прозвучала по всему Советскому Союзу за рубежом. За ними гонялись все музыканты, дирижеры. Вот таким способом наша музыка проявилась в очень многих странах мира. Он всегда говорил, что я ищу верное звучание. Действительно, только при помощи мажора или минора невозможно отразить буйство, например, шамана. Вот в известном его ритуальном танце. И действительно, вот это произведение в свое время взорвало, можно сказать, музыкальную общественность. Не только нашей республики, но и России. Тем, что якутский композитор использовал очень интересную, авангардную тогда технику. Так называемую сонорную технику. То есть использовал звучности с недифференцированными по высоте звуками. Играет музыка. Дед, он его не помнит, он только помнит про рассказы своего отца. И вот он знал лампо, он возраст был в Калыгах. Он знал вот этот фольклор якутский. Отец-то был обычным охотником, промысловиком, как мы сейчас говорим. И вот он тоже, у него артистические данные были тоже выдающиеся. Если бы он в свое время родился, когда надо, то он бы, наверное, артистом был. Мастеровой был отец тоже. Ему сделал первую крымпу. Там из консервной банки был инструмент. И самостоятельно стал маленький Захар Зуминац. А он был мальчиком урослым, был очень энергичным. Он говорит, я всегда любил в детстве быть в центре внимания. А мальчик был голосистый. И он начал подбирать мелодии. Потом, видимо, в семье все-таки отец это заметил. Тоже же какая-то музыкальная среда есть, будем говорить. И вот у него все это проснулось. Я занимался для баллайка, нашел русскую баллайку, народную инструменту. И там мандолина, раньше еще было мандолиной я занимался, гитарой. Гитарой тоже я играл. Потом гармошка. Потом, наконец, постарше стал баян, баян. Еще старше стал и духовые инструменты. Духовые инструменты я... Потому что меня в школе привезли из Алдана, города Алдана. И поэтому духовные инструменты я начал играть. Все инструменты я прошу и испытал. Он является первым профессиональным якутским композитором, окончившим полный курс композиции в Новосибирской государственной консерватории. Первым якутским композитором, который умел уже оформлять партитуры для больших симфонических оркестров, для составов самых разных, для хоров, значит, вокальная музыка, инструментальная. Все это ему было подвластно. Мы, как композиторы, пишем очень много партитур, партитурных произведений. Когда отдельно, если партитурных произведений пишем, мы отдельно партии, голоса. Каждый голос должен... Оркестр, оркестровый голос или голос партии. Мы должны, как я сказать, раньше руками так писали. Писали, например, 8 скрипок. Порум, 8 первых скрипок. Мы писали 8 партий, мы говорим. А аппаратуру одну только сделаешь, и тем более очень быстро. И автоматически, как сейчас в современной этапе, мы говорим, техника, написание. Используемся как раз вот это. Пожалуйста, в любое время могу этот подвиж, который мы сейчас играли, могу печатать. Вот в чем дело. Отрадно то, что в то время руководство, заботилось о музыкальном искусстве. И когда вот тогда вот Гаврила Иосифовича Чиряева беспокоила отсутствие композиторских кадров в республике, он тогда прямо просил найти такого кандидата, который бы он смог пойти учиться на композицию. И вот ему порекомендовали. Захар Константинович, он тогда работал в Кобяе и руководил там разными коллективами. Ну, он делал большую общенную такую деятельность. И вот когда сказали, что есть такой вот молодой человек, вот он его вот лично позвал, поговорил с ним. И он был направлен на учебу в Новосибирске. У него четверо детей было. Очень трудно, сложно с семьей учиться. Я не знаю, таких людей надо. Это героизм, отцовский героизм, чтобы дать якутскому народу стать композитором. А Муза Папина – это мамочка. Он делал все возможное, чтобы мама нужды не знала ни в чем. И чтобы мы хорошо жили, счастливо, чтобы у нас все в жизни было хорошо. Они познакомились. Папа пришел с армии. И мама училась меня в этом сельхозтехникуме на агронома. И вот папу позвал друг. Папа как раз учился у меня в музыкальном училище. И у него был хороший друг. И вот он его пригласил на вечер в сельхозтехнику. И вот мама читала стихи на этом вечере. И папе она так понравилась. И потом папа говорит, я ее пригласил на танец. И они разговаривались. И вот с той поры они не разлучались. Очень верила. Вот она его сделала композитором. Прямо так, я говорю, меня композитором сделала. Моя жена сказала, Захар, у тебя талант. У нас четверо детей. Но все равно, значит, ты ездя, я в тебя верю. Не хватало денег. И жена ему 25 рублей. Он тоже так вспоминает тепло. Бедненькая говорит. Маленькие дети, четверо детей. И говорит, она мне 25 рублей по тем временам. Она выкраивала, посылала. Мы в скотчину там. Вот она очень сильно верила в меня. Все крутится вокруг Захара Константиновича. Потому что он у нас как солнышко. Мы все его очень любим. И дети его все очень любят. Все его уважают. Всегда только папочка и папочка слышно. Когда были маленькие, у нас было тоже пианино. Вот бедно жили, а было пианино. И стояли одни книги. Книги, литература, художество, музыкальная. И просыпались мы всегда от того, что папа там что-то начинает, набирает одну ноту, вторую, там что-то напевает, шелестит. Там у нас была комната. И у нас дверей там не было. И мы все это слышали. Когда он писал это произведение, оно же звучит на дню по сто раз. Потом, когда уже законченное произведение, он полностью его отыгрывает. И все. Потом выходит такой довольный. Он даже может и не покушать лишний раз. Потому что мама, Захар, быстро иди кушать. Ой, Маша, подожди, подожди. Вот еще маленько осталось. Маленько. И это продолжалось несколько дней. Пойдет быстренько. Так тоже перекусит то, что ему надо. Да, опять сидит. А такого основательного, чтобы он там покушал. Когда что-то, вот что-то взбредет ему, вот что-то написать. Все. Это для него самое главное. А когда уже напишет, уже такой довольный выходит. Давайте я сейчас сыграю. Вы послушайте и скажите. Ну, мама его всегда хвалила. Мама всегда говорила, ой, как, ой, Захар. Как хорошо. Ой, как хорошо. Ай, какая красота. И папа мой был всегда доволен. У нас постоянно дома хохот стоял. Мы хохотали. Нам было всегда весело. Потому что мама, папа, все как-то рядом. Мы даже не задумывали. Мы думали, что это будет вечно. Это будет всегда. Вот когда мама ушла, это уже было, это было что-то... Как будто все, все рухнуло. Вот создала вот это произведение «Рекви». «Рекви» — это же поминальное, как бы считается, крупное произведение. А оно камерное такое. И там, как бы, партия вот женщины есть, где журавлины вот эти вот, как бы, как будто бы она улетела на небеса. И журавлины вот эти вот всхлипы, вскрики, что ли, так-то. И мужская партия, вот, как бы, от главного героя. И она очень пронзительно исповедального характера. Именно у своей жене посвятил, который очень любил. КОНЕЦ 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 Конечно, один из первых «Якута», он очень много написал симфонических картин. Очень много. Так никто еще не писал симфоническую картинку, как он написал. И вся Советская Союза его произведение, все в Москве, все прозвучали, все это симфоническое произведение. Но его считает один из лучших советских из автономных республик Советского Союза, а не лучший композитор. На одном из последних съездов Союза композиторов «Якутия» председатель тогдашнего Российского Союза Владислав Казинин сказал, «Захар Степанов – это бренд, это марка Якутии. Его знают во всей стране и во всем мире. Именно он должен быть председателем правления Союза композиторов». И многие десятилетия Захар Константинович как раз возглавлял вот этот Союз композиторов. Если первым председателем Союза композиторов был Николай Савельевич Берестов, я его называю «якутский Моцарт», то уже в конце 70-х ему на смену приходит Захар Константинович, который более 20 лет возглавлял композиторскую организацию. Все, если говорили «Союз композиторов» в республике Саха-Якутия, всегда подразумевали Захара Константиновича Степанова. Его действительно очень любили и знали в Союзе композиторов России, в Союзе композиторов СССР. Он был знаком со всеми известными композиторами. 90-е годы были очень сложные годы. У нас прекратилось финансирование. Несмотря на то, что по некоторым регионам, по России, союзы, они распались, но наш Союз выдержал такое тяжелое время, и у нас он продолжал работать. Тут вот такой нонсенс, что до 91-го года, до известного, когда были проблемы в нашей стране, произведения композиторов выкупались государством. Был государственный заказ, и определенное произведение оценивалось художественным советом при Министерстве культуры. С 91-го года, к сожалению, эта практика прекратилась, и произведения практически получаются уже 30 дней давности. Самые последние, современные, они сейчас только хранятся в личных архивах композиторов. Уже в основном даже ушедших композиторов. Поэтому это у нас одна из самых больных таких проблем, потому что мы можем просто потерять то наследие, которое создается нашими якутскими авторами. Ноты, которые должны на самом деле охраняться государством, они вот на данный момент, они могут пропасть. Вот такой же вопрос, значит, вероятно, стоит и с наследием Захара Константиновича. Это одна из больных, самых острых проблем, которые вот сейчас вот беспокоят наш Союз. У него архив. Он очень хорошо, очень прямо бережно относился к своему творчеству. Вот он архивировал все свои произведения. Песни он продолжал писать, да, крупнополотные, это уже уже трудно, да, писать. Он, значит, их как бы превращал в картины, в симфонические картины. Ну, например, говорил, что Колубельный очень долго писал. Композитору сложно в том плане, что, чтобы писать что-то, ну, тем более крупное, надо быть сосредоточенным на этом, ходить, чтобы ничего не отвлекало, как-то войти в это русло и настроиться, и как-то тогда вот идет работа. К сожалению, наша театральная общественность еще не до конца оценила это произведение. Не нашлось до сих пор талантливого режиссера, который бы как надо, как следует поставил вот это сочинение. А ведь это невероятная история подлинного исторического факта, когда из семьи Малгиных на войну ушло пять сыновей, и ни один из них не вернулся. Трагедия матери превращается в опере Захара Константиновича в трагедию вообще всей страны. Субтитры создавал DimaTorzok И вот про Колыбельную еще вот он мне рассказывал, что они с Николаем Сергеевичем Берестем ездили в Москву, показывали Борису Покровскому, знаменитому режиссеру, который прямо ему понравилась эта опера. Он сказал, что ее нужно на русский язык перевести. Продукт, например, который выдается композиторам, например, опера. Вот я не скажу, так сказать, в ущерб другим искусствам, да, но опера, она действительно такой продукт, который делается, ну, один на миллион, например, да. В советское время, когда они имели возможность участвовать на разных фестивалях в России, и вот там эти произведения у него не раз исполнялись, и имели очень большой успех. У него вот даже вот дипломная работа «Славщая земля Ланхо» уже имела резонанс, и здесь с успехом исполнялось. Вот, но он брался вот за крупную работу, у него кантата, а встреча с Аюнским тоже имела резонанс такой. Одно из самых главных в творчестве Захара Константиновича, вот мне, как исследователю якутской музыки, кажется то, что он внес якутскую интонацию, сумел расшифровать совершенно по-своему, по-особому национальный звукотембровый идеал в профессиональной музыкальной ткани. Чего стоят только 10 сборников песен. Захара Степанова написала их более 600, но некоторые из них стали настоящей визитной карточкой не только композитора, но и нашей республики. Он человек, который прошел, конечно, такую достойную жизнь, оставил после себя достойные наследия, конечно. Нам, конечно, его не хватает. У нас было счастливое детство, и вот это была последняя нить, ниточка, связь с той жизнью. И вот когда папа ушел, все это захлопнулось. Понимаешь масштаб этого человека, который, ну, практически являясь носителем якутского фольклора, в то же время сумел стать профессиональным композитором, мастером европейского, мирового масштаба. Потому что его жизнь – это есть вот летопись и своего времени, и музыкальная летопись, и вообще это большой пример. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok